приветствую вас ребята ну что новый год и новые проекты сегодня вам покажу новый автомобиль который мы будем дорабатывать очень сильно и это будет ну наверно самый лучший в украине тбмв е30 очень старый автомобиль 1987 года рестайлинговая версия кто-то говорит второй переход на это коротко расскажу что же это за тачка вы знаете что я люблю очень сильные эксклюзивные автомобили обычных тачек я никогда не покупаю было у меня м3 36 кузов в идеальном состоянии успешно продал был корвет со 7 кузов dodge challenger hellcat он до сих пор есть кстати в продаже очень хорошем состоянии и на этот раз я купил себе свою мечту давайте посмотрим со всех сторон ну я думаю что по первым кадрам вы уже поняли что это очень достойный экземпляр таких автомобилей на самом деле очень мало крайне мало в кузове седан и еще можно встретить но в купе ну реально я не смог найти возможно не есть но это в домашних каких-то коллекциях в продаже я таких не замечал давайте расскажу немножко историю это автомобиля где он взялся уже таким хорошим значит я в поисках уже около года бмв е30 именно купе но купе я не нашел нашел седан и написал человеку поторговаться порасспрашивать и так далее и человек пишет саня так это же ты я говорю там и знакомые это оказывается человек мой клиент давний клиент это около 10-12 лет назад мы ему строили cadillac escalade лимузин шести колес значит мы с ним пообщались и он очень обрадовался что я интересуюсь таким автомобилем потому что он хочет продолжение дальше видишь что с ним будет потому как сюда очень много денег души и сил уже было вложено и просто продавать на убой под дрифт или еще что-то но видимо человеку не очень хотелось в общем мы с ним договорились по цене и на секундочку я за этим автомобилем не ездил а мне его привезли попуткой то есть на эвакуаторе рассчитался я спустя наверное двух недель за эту тачку вот вам ребята на секундочку какое доверие я уже заслужил значит автомобилем я сразу был доволен человек мне сразу рассказал что не нужно поменять это насос гидроусилителя он здесь будет ну по какой-то причине значит я думаю что бачок не в своем месте стоит в общем я купил новый насос гидроусилителя новый бачок и чуть позже я буду это все менять вам конечно же покажу если кто-то знает какие то есть подводные камни на бмв е-30 что там где-то дополнительное охлаждение или еще что-то нужно ставить обязательно об этом напишите потому что для меня тридцатка это что-то новое хочу вставить кадры чтобы вы посмотрели какая она была изначально эта машина тоже человек искал себе очень хорошем состоянии то есть это не раздолбыши гнилые чтобы были до что везде все поварить надо ее скрутят как погрызенное яблоко на будет и уже потом выкрашивать и так далее то есть много-много денег нужно вкладывать уже изначально гнилой автомобиль человек нашел 324 бмв в заводском окрасе нигде не ударен сейчас мы можем посмотреть то самое видео и спустя некоторое время он сделал полную ресурсию реставрация днище полную реставрацию кузова полную реставрацию салона заменил двигатель поставил крутую ходовку но об этом я расскажу попозже давайте посмотрим эти кадры вот тут вот такая мягенькая парочка чуть-чуть есть все в родной краски все в родной красочке тут спорнешь не для все вот такие вот нюансики вот 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 они вот такие царапы из-под красок вот тут в районе вот видно пятнышка это соще подпрашивание хорошие видео не смирить сделать весь вот такие штуки будем перекрашивать из-за этого всю машину какие-нибудь вот такие вот подкрасные царапины вот это вот все будем выводить из-за этого всю родную краску придется перекрасить вот такие штуки а так вот в принципе все в родном матрасе все крыша идеал едет на лярку багажник конечно вообще идеал ничего не валилось ничего не красилось и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И перед покраской раскатали внутреннюю часть арки. В будущем установить широкую резину. Субтитры подогнал «Симон» Везде каждому мастеру заедь, проконтролируй, чтобы все было правильно. Купи каждую резинку, каждую клипсу, купи правильную ходовую, все почитай, изучи, чтобы все было корректно. Сразу установил и все подошло для тебя. Предыдущий владелец сказал, что он потратил на постройку 3 года. Для меня это был бы ужас. В моем случае, вы скажете, так ты мог бы себе любую купе, гнилую, там побитую какую-то взять и восстановить. Но я вам сразу отвечу, для меня это было бы очень дорого. Потому что есть работа, и ее нужно делать и зарабатывать деньги, а не строить себе игрушки. Этот автомобиль я буду собственноручно везде все крутить, потому как я не хочу отвлекать своих ребят. Моя игрушка и в свободное от работы времени я буду с ней заниматься. Ну и давайте я вас ознакомлю о рыночном ценообразовании таких автомобилей на сегодняшний день. Значит автомобиль стоимостью 3-4 тысячи долларов. Это тот автомобиль, который уже весь переваренный, 10 раз перекрашенный и как-то более-менее ездит. С ценами 6-8 тысяч долларов уже более-менее достойные экземпляры, но еще далеко не идеальные. 8-10 тысяч долларов уже встречаются в автомобиле в заводском окрасе, но они полностью стоковые. Там 318-320-е, но вы понимаете, что покраска уже желает лучшего. Но автомобиль не крашеный, а соответственно и не бит. А автомобили свыше 10 тысяч долларов, на них уже можно поехать и посмотреть. В общем ребята, я думаю, что вы поняли, что цены на них очень резиновые. От 1000 долларов до 25 тысяч долларов. И это не М-версии. М-версии 50-70, короче очень все дорого. Сейчас я вам хочу показать, так как у нас канал по технической части, я вам хочу уже показать, что я делал для того, чтобы внешне он так хорошо выглядел. Подвеска у нас HR-60 мм. То есть от заводской высоты машина на 6 см стала ниже. Значит владельцу показалось очень низкое, потому как глушитель в этом месте где-то провисал. И на лежачих полицейских он где-то задевал глушителем. А мне это показалось очень выско. То есть задняя часть выше от передней. Это было очень некрасиво. Мне нравится, когда автомобиль лежачий, ровный. Значит глушитель я немножко приподнял и убрал проставки. Это мало кто заметит, но для меня это важно. То, что задняя часть кузова выше от передней части. То есть автомобиль стоит вот так вот под наклоном. Меня это очень сильно раздражает. Вот эта подкладка у нас толще чем нужно. Сейчас мы ее вытащим оттуда и примем решение, что мы будем делать дальше. Ребята, хотел спилить ту самую подкладку. Ровно в два раза поделить толщину и была бы она 14 мм. Но как вы видите не получается ровненько убрать толщину. В общем куча времени потрачено и все это напрасно. В общем поехал и купил. Мне подсказали, что они идентичны у Deo Lanus. Вот купил 9 мм высота. Вот ребята, то что у нас получилось. Чуть-чуть задок стал пониже. Со временем я пойму, достаточно или нет. Что я еще делал с этим автомобилем? Изначально я сразу же подтянул зазоры, так как мне нужно в замках дверных. То есть выставил вот эти конты, ну прям так как я хотел. Вдавил двери вовнутрь, тоже так как я хотел. Немножко выставил капот и сейчас мы имеем то, что вы видите. Сейчас, ребята, я вам хочу показать салон. Как он сделан? Он, я уже говорил, что полностью перешит. Перешит он необычно, не просто какой-то тканью. А кожа по бокам, а по центру специальная ткань от М3 кузова. Ну в каких-то там версиях шла такая ткань. На ebay она продает. Вставляю фотографию, чтобы было видно, что она не дешевая. Сидения у нас стоят спортсист, передние, в очень хорошем состоянии. Заднее сидение тоже стоит очень непростое, потому как в тридцатках очень разные сидушки есть. Значит у нас с подлокотником и с двумя подголовниками. Задняя полка, там где динамики, тоже непростая. С какими-то обдувами и так далее, и в очень хорошем состоянии. Идем дальше. Значит коверлин у нас тоже непростой. Он какой-то там волосатый, в каком-то там цвете. И нигде потертости, прокуренного ничего такого нет. Ну пацаны, это прям топ. Все вот эти уплотнители, они просто идеальны. Вот эта тканевая часть, такая уплотнитель, тоже нигде не затертая. Все пластмаски, все на своих местах. Торпеда, это тоже редкость, без трещин. У тридцаток они трескаются со временем. Четыре электрических стеклоподъемника, заводских, тоже стоят. Все заводские кнопочки. Люк, новые резинки, полностью новый моторчик. Все работает в двух положениях. Короче, заморочились пацаны. Здесь очень сильно. Здесь можно рассказывать и рассказывать. На секундочку зеркало по центру заднего вида, оно тоже стоит непростое. У М3 с подсветочками маленькими. Короче, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Магнитола не заводская, но я люблю слушать музыку. Она здесь хоть как-то пищит, потому что заводская, она кассетная. Но, когда ты включаешь магнитолу, смотрите, что происходит. Ребята, если вы подумали, что с этим автомобилем уже сделано все, что можно, то вы очень сильно ошибаетесь. Доработок будет очень много и очень крутых. Да, вложения будут немаленькие, но это любовь. Что мы имеем сейчас? По подвеске. HR. Пружины HR-амортизаторы. Минус 60 мм. Короткая рулевая рейка 46 кузова. То есть полтора оборота в одну сторону, полтора в другую. Потому что 30-ка по заводу. Там руль можно крутить полчаса в одну сторону, полчаса в другую. Подвеска тоже никудышная в заводском E30. У нас уже стоит стабилизатор передний толстый. 20 мм, задний 14. Но, честно говоря, думаю, что задний нужно поменять. Тоже около 20 мм поставить. Глушитель у нас, ну, ни о чем. Трасса. Сам предыдущий владелец, он говорил, что глушитель и магистраль он бы поменял. Ну, я посмотрел. В принципе, все терпимо. Не дзеленчит, не бурчит, ничего такого нет. Звук, ну, тоже не о чем. Но меня это не устраивает. Это будет дальше. Изменения будут, ребята, колоссальны. Редуктор у нас 2.93. Широкий, с блокировкой. Полуося у нас тоже толстый. Потому как это дизельный автомобиль. Здесь все очень и очень хорошее. С завода уже стоит. Передние сайленблоки у нас тоже со смещением центра. Ну, это так называемый добавленный кастер. Чтобы лучше была рулежка. Рулежка, я вам точно скажу, что мне эта машина лучше рулится, чем М3 в 36 кузове. Ну, реально на этой тачке хочется какие-то шашки делать в любую щель, лезть на любой скорости. Давайте я вам открою капот и покажу, что же там у нас находится. Под капотом, ребята, как вы тоже заметили. Все очень и очень хорошо. Все клипсы, какие-то зажимчики, крепежики. Все на своих местах. Пластмассочки, резиночки, шланги, бачки. Табличка на своем месте. Автомобиль уже прошел перерегистрацию. Двигатель у нас 3 литра М54. То есть, с завода там кто-то говорит 230. Точнее, кто-то пишет 230, кто-то пишет 241 лошадино-сила. В общем, всего этого я не знаю. Это 46 кузова стройки BMW. Сейчас эта тачка весом около тона 200. 1200 килограмм. Но это плюс-минус. Я, конечно же, взвешиваю эту тачку. Она легче на минимум на 200 килограмм от 36 кузова М3. То, что у меня была. Я ее взвешивал по драгрейсингу. Этот автомобиль я уже замерял. Сразу, несколько раз я попробовал. Это три раза. 13,7 у меня получалось. М3 в 36 кузове, когда она была стоковая, точно такое время она показывала. Но этот автомобиль едет пока такое время. Я уверен, что я сейчас поменяю коллектора равнодлинные. Поставлю там увеличенные раннеры. То есть, вот эти трубы, они большего диаметра. Выход там 60 миллиметров. И всю трассу я хочу поменять. 60 миллиметров. Купил прямоточную банку. Это глушитель. Тоже вход 60 миллиметров. Выход, ну, чуть побольше. Там, чтобы красивые насадки были. Мы померим. И я, конечно же, покажу вам скриншоты. Что у нас получилось. Какая прибавка и минус по времени получился только на выхлопе. Потом я планирую поставить коллектор М50. Тоже он более увеличенный от этого коллектора. Ну, говорят, что-то где-то будет упираться. В общем, какие-то сложности по установке будут. Но очень хорошая прибавка дает замена коллектора. Подобные автомобили, 30-й кузов, такой двигатель с выпуском и с впуском сделан. Они выезжают с 13 секунд. Это на сегодня очень круто. Еще, ребята, подмечу, что на М3 двигатель стоит около 5-6 тысяч долларов. И еще очень сложно его найти. Такой двигатель, как на нашей 30-ке, около 1200. Плюс-минус стоимость. Но для того, чтобы ездить и радоваться автомобилям, здесь не хватает одной детали. Это распорка на стаканы. Пока они без трещин, не оторваны эти стаканы, ее нужно поставить. Давайте это сделаем. Вот, ребята, та самая распорка. Сейчас мы ее будем ставить. Купил ее полностью новой. Вот и все, ребята. Распорка на своем месте. Теперь можно ездить и не переживать, что стаканы оторвутся. Идем дальше по тюнингу. Что я сейчас хочу сделать? Это у нас кулиса. Значит, в М3 меня полностью устраивала кулиса в 3-6 кузове. Она четкая была в этом автомобиле, но как-то что-то мне не хватает. Она очень мягкая. Вот этот рычаг, он идет прорезиненный. И он как-то немножко с люфтами. Возможно, там какие-то втулочки подразбитые. Ну, я понимаю, что это далеко не М-ка. И я хочу усовершенствовать ту самую кулису. Я купил ее китайскую, 25 долларов. Это очень недорого. И хочу ее установить. Я уже посмотрел видео. Ну, вроде как люди отзываются неплохо. Что покороче ход, более четкие переключения и так далее. Давайте это сделаем. Хочется немножко покороче. Эти задние передачи без проблем. И здесь нигде ничего не затирает. Когда разбитые втулки, то включаешь, аж вот эта горка в сторону уходит. Конечно же, перед установкой кулисы я собрал информацию. Значит, когда ты вставляешь кулису в свое посадочное место, бывают в некоторых автомобилях люфты. И для того, чтобы их убрать, вот эти резинки снимаешь. Вот здесь они стояли. Видите, вот здесь уже потолще стоит. А здесь стояло две тонкие. Сейчас я установлю две толстые резинки. И должно быть все плотненько. Но это еще не все. Вот этот размер нужно уменьшить. Вот эти пластиковые втулочки. Ну, миллиметра, наверное, на полтора. С двух сторон по 0,7 миллиметра спилить. Для того, чтобы фиксатор там зашел на свое место. Еще говорили, что в тяге нужно будет низ шлифануть. Вот так вот. Для того, чтобы стопорное кольцо четенько в свои пазики заходило. Уже вроде бы как хотел ставить и пробовать ехать. Но, видите, здесь у меня втулка. И она с люфтом. Короче, неприятно очень сильно. Видите? В общем, на сегодня отбой. Заказываем оригинальную втулочку. Сейчас проверим, может быть там еще что-то раздолбано. И только после установки той самой втулки будем пробовать ехать. Хочется, чтобы все было в идеале. Наконец-то дождался я втулочку в эту тягу. И сейчас мы поменяем ее. И уже все будем собирать на автомобиль. Кулиса уже помененная. Вы знаете, я уже выезжал, попробовал. Мне все очень нравится. Все четче. Чуть-чуть пониже вот этот рычаг стал. Ну, незначительно. Кулису, если ты правильно подгоняешь, все без люфтов, тогда четко работает. Потому что вы мне уже писали в инстаграме в комментариях, что она болтается, люфты у нее большие. Нет. Я подобрал сверху резинки. Я там втулочку подогнал, чуть ее надо подпиливать. Сайлентблочек поменял впереди. Все очень четко. Вот посмотрите. Вот переключение передач. Очень коротенько стало. Заднее. Вообще еще дальше. Вот здесь расстояние еще дальше стало. Короче, все очень четко. Я уже на ходу попробовал. Мне нравится. Здесь, ребята, такой салон, что на него можно смотреть часами. 1987 год. Ты просто ходишь и облизывайся. Какое хорошее состояние у этого салона. И казалось бы, вроде бы все хорошо. Катайся. Не трогай автомобиль. Но мне хотелось каких-то улучшений. Это переднее подогрев сидений. Вроде бы как и нету кожи, да, по центру. То есть ты не замерзаешь. Но я люблю, чтобы было тепло. Потому как ты недельку-вторую поездил. Ой, там где-то колет, где-то щимит и так далее. Всего этого я не хочу. И я, конечно же, установил себе подогрев сидений. Давайте посмотрим. Сидения разобраны. Доступ уже есть. Засунуть туда подогрев. Ну, в принципе, все должно быть хорошо. Сразу я купил оригинальные кнопки. С BMW E30. Чтобы не устанавливать вот эти китайские. Ну, в общем, подключил я тут самый подогрев. Первый, второй режим. Работает все хорошо, без проблем. Значит, сейчас я снял вот эту деталь. И хочу врезать те самые оригинальные кнопки BMW. Место у них вот здесь, по заводу. И вторая кнопка вот здесь. И сейчас мы будем делать отверстия. Вот и все, ребята. Подогревы на своем месте. Завел автомобиль. Сидение тепленькое. Просто кайф. В общем, ребята, эта серия подходит к концу. Знаю, что вы будете спрашивать. Не все поймут такую старую машину, для чего я ее купил. Я вам сразу отвечу, что ну, люблю я поиграться, что-то построить, что-то переделать. Ну, в крови у меня это. Да и вообще, как бы давно мечтал о таком автомобиле. Он на самом деле достаточно быстрый. На сегодняшний день, если выехать из 13 секунд 402 метра, это действительно можно с кем-то поехать покататься. Даже на каких-то соревнованиях. Ну, конечно, это в мерное время. Очень надеемся, что скоро оно наступит. Где-то, конечно же, можно и бачком пораздавать. Хотя я и не дрифтер, и особо не гонщик. Но такой автомобиль я очень хотел. Скажем так, универсальный. И построить что-то, тюнинг какой-то прилепить. И погонять, и боком поездить. В общем, будем кайфовать. Конечно, со временем придет время, и этот автомобиль тоже будет продаваться. Потому что надо идти дальше, что-то новое брать. Какие-то новые проекты, новые интересные штучки. Что с этим автомобилем еще будет делаться? Это уже в следующей серии я вам покажу и расскажу. Но немножко приоткрою этот занавес. Значит, есть на него обвес оригинальный. Стоимостью 3-4 тысячи евро стоит. Вы напишите в комментариях, что же это за обвес, как он называется. И еще его не очень легко найти. Именно оригинальный. Стеклопластиковый делают. Но здесь хочется все поставить по оригиналу. Такой обвес он у меня уже есть. Есть у меня и турбокомпрессор. В общем, вкусняшек. На эту машину очень много уже стаскивается. Сейчас, ребята, хотел с вами посоветоваться. Какие диски мне выбрать на данный проект? Именно модель я уже выбрал. Я вам сейчас вставляю фотографии. Наверное, их будет 3. Номер 1, номер 2 и номер 3. Все диски одинаковые. Я хочу 8,5 в ширину. Что переднее, что заднее. Потому что десятки 10G сзади я не хочу ставить. Мне очень не нравится, когда сам диск торчит дальше за машину. Мне это не нравится. То есть резину домика я не хочу здесь видеть. Но, значит, полка у нас будет полированная. Центр, наверное, я бы хотел серебристый. А вот по кругу болтики есть, ну, такого золотистого цвета. Можно сказать, горчичного. Вот мне кажется, самый такой интересный вариант на этом автомобиле был бы. Суппорта я бы по пескоструил и покрасил бы в такой цвет под эти болтики. Что вы скажете? Или есть вторая модель. Ну, под номером 2, назовем это так. Вот эти болтики, они просто хромированного цвета. И номер 3, есть диски, которые центр золотистого цвета покрашен. Ну, и болтики, соответственно, золотистого цвета. А сама полка полирована. И центральный колпачок тоже хромированный. Давайте вместе выберем самые красивые диски на самый красивый BMW E30 в Украине. Ну, и по традиции хотел бы, опять же, поблагодарить нашим защитникам, нашей армии. За то, что защищают нашу страну и выгоняют оккупантов с нашей земли, с нашей прекрасной Украины. А всех наших жителей Украины, всех своих подписчиков я призываю помогать нашей армии. Потому что пока мы в теплоте, наши ребята в окопах, в холоде. В общем, мы должны вместе приложить все усилия и выгнать оккупантов с нашей страны. Слава Украине, слава нации. А дальше вы допишите в комментариях. Пока, ребята.